В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Как вылечить болезнь Бехтерева? В КФУ вручили лучшим выпускникам 2018-го дипломы с отличием. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Одной из главных тем стало создание единого центра развития информатизации и центра информационных технологий. Подробнее об этом вам расскажет Артем Тупичкин. На ученом совете директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Сергей Мосин представил доклад о создании единого центра развития информатизации КФУ. В его составе окажутся Центр информационного развития и Центр информационных технологий. Им станет Департамент по информатизации и связи. Центр развития информатизации позволит разрабатывать передовые информационные технологии, а Центр информационных технологий внедрять их в бизнес-процессы структурных подразделений. Хотелось, чтобы мы научились зарабатывать на эти направления, хоть на образовательных проектах, хоть на исполнении каких-то заказов. Второе, мы научились выполнять все необходимые вещи для собственного университета самостоятельно, пробировав их на площадке собственного университета, дали транслировать другим, пока мы только покупаем. Не менее важным вопросом является и повышение конкурентоспособности Казанского федерального университета. С докладом на эту тему выступил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин. Проректором было выделено 25 инициатив для повышения позиции университета. Ключевыми стали академическая репутация, публикационная активность и взаимодействие с работодателями. Большой резерв для нашего роста – это академическая репутация и репутация работодателей. И кто может быть выступать работодателем – это наши партнеры. С кем есть у нас хороший опыт, хорошие результаты и кто нацелен на долгосрочное и серьезное взаимодействие. Также на ученом совете были разобраны вопросы о реорганизации структуры Елабужского института КФУ и выдвижения студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях, к участию в конкурсе на получение стипендии Оксфордского российского фонда. В завершении ученого совета состоялось присвоение ученых званий. Свою награду получил ректор КФУ Ильшот Гафуров. Ей стали лентой и медаль премии «Роза мира». Эта награда вручается ректору, понятно, генералу армии университетской, но это благодарность и самой армии. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Лучшие студенты, проявившие себя не только в учебе, но и в творчестве, спорте и общественной жизни, отметили выпускной в Институте управления экономикой и финансов КФУ. В рамках мероприятия также состоялось торжественное открытие года Льва Толстого в Республике Татарстан. Незабываемые годы лекции, конспектов, зачетов и экзаменов, бессонных ночей и самой яркой пары жизни человека для студентов выпуска 2018 года подходит к концу. Те, кто сумел с отличием пройти путь от первой сессии, до защиты квалификационной работы, встретились в фактовом зале Института управления экономикой и финансов КФУ. В этот день, полный трогательных моментов радости и грусти, здесь собрались лучшие студенты всех институтов, факультетов и высших школ большой дружной семьи Казанского Федерального Университета. Время, проведенное в университете, они будут вспоминать с любовью и особенной гордостью. Для меня запоминающий момент, это посвящение первокуртике, когда я поступал в 2012 году на бакалавриат. Вот это мероприятие, оно всегда останется в моем сердце. Тогда мы обещали, что будем каждый день, проходя пятом с Лениным по сковородке, показывать ему пять и обещали, что сдавать все сессии на отлично. Это поступление в университет, это была такая гордость, большое событие для меня, для моей семьи. 3 июля здесь собралось 250 лучших выпускников, 25 из которых признаны лучшими в своем институте. Все эти годы Казанский Федеральный Университет был для вас универсальной площадкой для организации ваших идей и замыслов. Образцом стремления к успеху и жизненную победу. Казанский Университет заложил в сегодняшних выпускников добротный фундамент, но то, какой дом будет построен на этом фундаменте завтра, зависит только от них самих. Казанский Федеральный Университет дал мне не только какую-то теоретическую базу, а именно практику, потому что я учусь на телевидении, у нас есть множество студий и разных оборудований, где ты можешь реализовывать себя не только в учебной деятельности, но и реализовывать свои проекты. Я очень рада и благодарна университету именно за ту практическую базу, которую можно получить, в отличие, например, от других классических университетов. Я очень рада, что сегодня я закончил ГФУ, и что она отлично. Это не было просто так, это было сложно. Но когда приехал сюда, я знал, что мне надо заниматься, ну, учебой заниматься много. И, ну, благодаря Богу и благодаря моей, ну, стараясь, то, что я стараюсь, чтобы добиться этой цели. В рамках мероприятия стоялось торжественное открытие года Толстого в Татарстане и Казанском федеральном университете. Участие в мероприятии принял министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. 29 декабря 2016 года на ученом совете Казанского федерального университета было принято решение о том, что 2018 год будет назван годом Льва Толстого. Уже 21 сентября 2017 года президент Республики Татарстан Рустам Мениханов объявил 2018 год годом русского писателя Льва Толстого, чья судьба тесно связана с Казанью. Я сегодня хотел бы, чтобы мы этот дух толстовский тоже в своих мероприятиях обязательно увидели, возродили, почувствовали. Стоит отметить, что Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого КФУ является основным генератором мероприятий, посвященных данному событию. Диана Шилова, Льнард Влесьяров, Универньюз. Вернуться в родные стены университета спустя 10, 20 или даже 30 лет всегда приятно и немного волнительно. Единый день выпускника, организованный Елабужским институтом КФУ, объединил всех тех, кто когда-то здесь учился. 30 июня в Елабужском институте Казанского Федерального университета прошел единый день выпускника. Здесь собралось около 300 человек со всего Татарстана и России. За 44 года первый раз мы с ней встречаемся. Вот такой второй, наверное. Нет, первый раз я тебя 44 года не видела. Участники встречи общались друг с другом, вспоминали студенческие годы, фотографировались на память. У нас были очень хорошие преподаватели, большое им спасибо. Они нас не как педагогов только готовили, а именно готовили, чтобы мы были настоящими людьми. Директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон поприветствовала всех собравшихся гостей и поделилась достижениями вуза за последние годы. Мне хочется, чтобы вы каждый раз и всегда знали, что университет это наш родной дом. Всегда, много лет он сохраняет свою главную основную миссию – подготовка педагогических кадров. Гостей праздника порадовала интересная концертная программа, подготовленная нынешними студентами Елабужского института КФУ. Анна Глазунова, Лада Гельмольна, Денис Сипайлов, Универньюз. В эпоху интернета, когда большинство из нас большую часть времени сидят за компьютером, проблема с осанкой стала уже нормой. О проблемах боли в спине и к чему они могут привести наш следующий сюжет. Весной этого года в самом главном парке Казани открылась экспозиция, посвященная пациентам с болезнью Бехтерева. Социальная акция обратила внимание горожан на данную болезнь, заставила их задуматься о своем здоровье. Естественно, большое внимание уделяется со стороны властей. Нам очень приятно, что проводятся всякие подобные акции. Люди своевременно узнают об этом заболевании, обращаются к ревматологу. То есть в дальнейшем это, безусловно, принесет большую-большую пользу. Несмотря на то, что Татарстан лидирует в ранней постановке диагноза этой болезни, многие даже не задумывались, из-за чего же у них каждый день болит спина. Болезнь Бехтерева имеет непосредственное отношение к ревматологии, потому что, по сути, это является воспалительным заболеванием суставов позвоночника. Поражает в основном молодой трудоспособный возраст, в большей части мужчин молодого трудоспособного возраста, бывает, что и даже детей. И вследствие этого имеет свою непосредственную актуальность. Распространенность примерно около половины процента, половина процента от общего населения нашего региона, они поражены этим заболеванием. Университетская клиника Казанского федерального университета в лечении болезни Бехтерева используют различные методы, в число которых входят самые современные. В своей практике в университетской клинике КФУ мы используем различные широкие методы лечения данного заболевания, начиная от стандартных методов лечения, такие как противовоспалительная терапия, цитостатическая терапия, физиотерапевтические методы лечения, массаж, лечебная физкультура, гимнастика, заканчивая современными методами лечения, являющейся вершиной в современном развитии ревентологии, это терапия геноинженерными биологическими препаратами. Но главное правило лечения любой болезни – это своевременное обращение к специалистам. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих студенческих новостей. Субтитры создавал DimaTorzok